Читать стихи громко, ясно и эмоционально каждого ребенка учат этому еще в садике. Но искусство публичного выступления – сложная наука, которая под силу не каждому. Работать над навыками декламации, развивать устную речь и прививать любовь к литературе помогает традиционный конкурс чтецов, муниципальный этап которого на днях прошел в Славянском районе. В воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали радио. Как всегда, радиослушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей, родственников, начальников с днем рождения и еще с чем-нибудь знаменательным. Более чем полсотни талантливых ребят из всех школ района на один день собрало под своим крылом отделение развития творчества «Жар птица», где проходил конкурс юных чтецов «Живая классика». Перед ребятами стояла задача не просто воспроизвести по памяти прозаический текст, но и вызвать своим чтением душевный отклик у слушателей. Для своей презентации Алина Машко, ученица 29-й школы, выбрала очень сложное в эмоциональном плане произведение. Анатолий Приставкин «Золотая рыбка». Произведение я выбирала по принципу «нравится мне, а не нравится кому-то». И когда я выбрала это произведение, оно мне первоначально очень понравилось. И поэтому, когда я принесла его своей учительнице, которая мне помогала готовиться, она одобрила мой выбор. Рассказ действительно берет за душу. А точно расставленные чтецом акценты помогли слушателям погрузиться в послевоенный детский дом, где из аквариума кто-то воровал рыбок, чтобы есть их, чтобы выжить. Рыбки были золотые и очень красивые. Розовые, прозрачные плавники с голубыми жилками на блестящих лунах и полулуниях. Ага, попалась рыбка! Крупные капли воды потекли по голубоватой коже. И все девочки застыли, пораженные странным сходством. Молча они рассматривали худенькое, без кровинки тельце. Здесь прекрасные дети, они замечательно слушают, тишина полная в зале, принимают всех детей. И если ошибется немножко ребенок, это не страшно, потому что понимают, что это творческий процесс. Очень творческие дети и педагоги замечательные. Живая классика. Этот конкурс уникален тем, что здесь нет возрастной градации. В общем зачете выступают школьники, начиная с пятого по одиннадцатый класс. Нет ограничений и в выборе темы. Единственное условие – длительность выступления должна быть не менее двух и не более пяти минут. А само произведение должно быть взято не из школьного курса литературы. На этот раз гонка за лидерство была серьезной, ведь за три призовых места боролось 53 человека. Победу в этой литературной гонке одержала учащаяся пятого класса 43-й школы Валерия Гуреева. Руководитель девочки – преподаватель театрального отделения детской школы искусств Станицы Петровской Вера Люкова. За окном идет такой ужасный дождь, и судьба моя такая плохая, такая плохая, что хуже не бывает. Люся мне больше не подруга. Вера, я стигненно поставила мне двое. А Коля Лыков, а про Кольку я вспоминать не хотелось. А я поплелась с глазом. Я медленно надела в раздевалке плиток и вышла на улицу. На улице шел самый замечательный, самый прекрасный в мире весенний дождь. По улице, смотря по роднике, бежали покрые прохожие. Подождем, сказал Коля Лыков. Он сказал, пошли. И мы пошли. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации. В начале апреля победители муниципального этапа будут представлять район на региональном этапе конкурса, который пройдет в Краснодаре. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин